всем привет меня зовут мария георгиевская я руководитель отдела медиа контента и диндекс это изнанка инсайта новой истории сейчас вы будете смотреть первый выпуск нашего нового сезона в котором мы решили больше говорить не столько о реализованных рекламистами маркетологами компаниях не столько о найденных инсайтах именно в плане рекламы сколько о смыслах мы хотим дать опору тем кто продолжает развивать индустрию сегодня в постоянно меняющихся обстоятельствах и кстати о постоянно меняющихся обстоятельствах я напомню где вы можете нас посмотреть сейчас наш видеоконтент доступен во вконтакте в одноклассниках в ю тубе и рутубе аудио еще пока точно можно послушать в яндекс музыки в apple в google подкастах и пожалуй пока что все заходите на сайт туда мы тоже все выгружаем и конечно в телеграм-канал и диндекс там вы все тоже найдете и не ошибетесь все платформы которые не дай бог забыла там тоже будут и первым гостем нашего первого выпуска новом сезоне будет наталья родикова это был наш последний гость в предыдущем сезоне который закончился вместе с 24 февраля теперь когда мир изменился мне очень захотелось снова позвать к нам в гости наталью родикову потому что лично для меня этот человек ассоциируется именно со смыслами с глубокими смыслами с глубокими инсайтами этот человек умеет находить подход к аудитории и находить баланс о котором в общем-то мы и будем довольно много говорить в этом выпуске и главной темой будет то как сегодня говорить с женщиной когда изменилась ее роль в обществе и самое главное самоощущение наталья мы с вами снова встречаемся уже совершенно новой реальности которая сложно сказать что нас каким-то образом радует но тем не менее мы продолжаем работать мы продолжаем общаться с нашей аудитории вы продолжаете общаться со своей аудиторией и главная тема нашего разговора сегодня о том о чем собственно говорить у вас главная аудитория женщины в принципе вы говорили что и мужчины тоже читают журнал но сегодня мы сосредоточимся мне бы хотелось больше сосредоточиться на женщинах роль женщины в обществе положение женщины в обществе меняется как ни крути И не самым естественным образом, но какие-то перестановки происходят. Самые ощущения тоже. И, собственно, первый вопрос к вам. О чем вы сегодня говорите с женщиной? Вот какие запросы сегодня вы видите у своей аудитории? Мы говорим на самом деле все ровно о том же самом, потому что та концепция, которая сформировалась у домашнего очага, и мы наследуем ей в новом очаге. И я бы даже сказала, что сейчас стало понятно, что это самая верная наша дорога. Мы просто территория безопасности, поддержки, территория вдохновения от жизни там, где это возможно, утешение и, конечно, всяких разных практических советов, которые тоже во всем этом помогают. Собственно, и в более стабильной жизни мы стремились стать таким пространством. А сейчас тем более и сами чувствуем востребованность. И кажется, что на что еще опираться, где еще заземляться. Летний номер вы в посте или, по-моему, в письме от редактора сравнивали с таким кармашком, в котором можно спрятаться и вспомнить. Да, это был такой образ из детства, потому что действительно всю жизнь со мной. О том, что у меня было очень красивое в моем довольно бедном деревенском детстве. Вот у меня было такое очень яркое, такое желто-оранжевое платье в белый цветочек. Вот. И в нем были такие прекрасные карманы накладные, в которых там много всяких вещей помещалось. То есть я все время, в принципе, так и продолжаю собирать все. Всякие листики, камушки, веточки. Да? А потом что с ними? Ну, как бы я просто хожу их, разглядываю. Мне нравится, кстати, что-то иметь интересное в кармане. Вот. Ну, конфеты там периодически, конечно, были. Вот. И мне очень нравилось, особенно когда там какие-то интересные всякие штучки были, вот так оттягивать на солнце карманы, и так вот солнце просвечивало, такой оранжевый там уютный свет получался, такой какой-то маленький микромир волшебный. Вот. Особенно, если там что-то такое прикольное лежало. Вот. И вот это ощущение, оно на самом деле запомнилось периодически в жизни, в разные кризисные моменты возвращалось. И вот сформулировалось однажды, когда мы с моей подругой, главным редактором «Правмирос» Аней Даниловой. Очень долго не могли встретиться. Аня была беременна своим четвертым и пятым ребенком. У меня там тоже сумасшедший дом в редакции. И мне все время казалось, что, ну, господи, ну, какие встречи? Ну, сейчас совершенно невозможно. Еще зима была, все темно. Эти всякие мероприятия, все вот это вот, задача номера и так далее. Аня, нет, давай встретимся. Думаю, господи, какая упорная беременна женщина. Вот. И мы с ней встретились на деловом ужине. По делу. И потом она меня затащила там, маленькая, здесь, кстати, недалеко, в какую-то маленькую совершенно пиццерию там на два столика. Никого больше не было. И мы с ней, и я еще вот, когда мы заказывали пиццу, думаю, господи, боже мой, еще у меня не так долго ехать домой, столько дел, и все. То есть у меня, мне было очень радостно видеть Аню. Но мне было тяжело, как бы, с вот этот вот режим стиральной машинки, режим отжима, как бы, его остановить. Вот. И в какой-то момент он остановился. И мы говорили про какие-то, ну, и про работу, и про какие-то простые вещи. И я с таким чувством благодарности, вот, вспоминаю это уже пару лет. И вот мне, ну, именно тогда, когда вот я вышла от Ани, там, недели-две прошло, я поняла, что мне нравится вот эта вот метафора про карманы. Я даже тогда написала, что, Аня, вот спасибо тебе большое, как ты была права, что вот эта наша с тобой встреча, вот такое замедление, спасительное совершенно. Это было просто как какой-то карман, в котором я просто набрала воздуха и стала дышать. То есть таким ресурсом, таким приятным воспоминанием оно было. Мне это очень нравится. Я понимаю, что даже не формулируя этого, я в жизни, ну, как бы, этим механизмом пользуюсь. Вот, поэтому, наверное, так, мне так хочется, чтобы и, ну, издание наше было вот таким моментом, который позволяет выдохнуть, почувствовать себя там в безопасности. Вот. Так. В прошлый раз, когда мы с вами встречались, вы еще говорили такую историю, что вы не хотите создавать вокруг читательницы такой розовый мир, потому что рано или поздно появляется реальность, и она довольно больно бьет, поэтому хрупкую. Как вы соблюдаете баланс? А это немножко разные вещи. Пространство такой безопасности, где ты можешь выдохнуть, это же не значит, что это неправда. Это момент, когда ты с открытыми глазами, ты не закрываешь глаза, ты не игнорируешь, ты там не, как сказать, не отворачиваешься от новостей, да, и от проблем. Это не в этом дело. Просто ты позволяешь себе, как Скарлетта Харра, подумать об этом завтра, или подумать об этом чуть позже, или подумать об этом тогда, когда у тебя будут силы, потому что, когда у тебя нет сил, выходить лицом к лицу с какими-то вещами нет смысла, потому что ты проиграешь просто, потому что ты выходишь, не зная, на что опереться. Вот такие вещи обязательно нужно переживать, моменты стабилизации где-то, моменты накопления ресурсов, потому что ты должен что-то накопить, чтобы потом тратить, в том числе решая какие-то проблемы и какие-то сложные моменты переживая. А если сейчас смотреть по запросам ваших читательниц на сайте, например, это гораздо виднее, гораздо быстрее можно увидеть динамику, изменились ли они сейчас, есть ли что-то новое, зачем именно приходят к вам? Ну, супернового ничего такого нет. У нас все лето и начало осени очень здорово тащит трафик огородная тема, понятное дело, вот, что замечательно у нас возглавляет огородную редакцию «Молодой человек», вот, и у нас просто на новый уровень вышла экспертиза в этой теме, очень приятно, да, и прикольно, и, ну, правда, классно, весело, вот, что мне очень понравилось, даже не то слово «не понравилось», а что стало характерным, но это не только для нас, мы видели, как у всех была большая востребованность в новостях о Королевском доме, когда, вот, умирала королева Елизавета II. Это очень интересный феномен, потому что я даже в письме редактора про это написала, потому что... Осеннего номера? Да, осеннего номера. У нас тут сигнальный номер осенний лежит, к тому моменту, как вы смотрите, он уже на полках есть. Вот, вот в этом интересе к ее жизни Елизаветы II, вот, к каким-то деталям биографии, к тому, как новости подавались, вот, обратите внимание, да, что не было ничего скандального вокруг нее. Вообще, вот, в таком общем настрое вокруг новостей, вокруг обсуждения была такая тоска по какой-то вот, по чему-то такому, как по бабушке, по чему-то очень мирному, спокойному, порядочному, по человеку с какими-то хорошими ценностями, с гуманистическими. Такое ощущение, что мы сейчас говорим просто не про королеву, а про время, которое сейчас нас не окружает. Совершенно верно, да. То есть она, вот как это, ну, очень часто, да, ну, такая своего рода, ну, это не спекуляция, конечно, ну, немножко такое заезженное место, что кто-то уходит из знаменитых людей, вот ушла эпоха. Да, ушла эпоха. Ну, как бы, больше ушли наши, как бы, воспоминания с этим связаны, там, на наш период жизни какой-то там, еще что-то. И эпоха в конкретной нише, да, там, какой-нибудь поп-король там, или еще что-то, актер. Ее называли еще «Человек камертон», я увидела. Да, то есть, да, правда, ее можно называть каким-то нравственным камертоном. То есть, опять же, я пишу об этом и в письме редактора, то есть понятно, что я идеализирую, но очень приятно идеализировать прекрасные вещи. Мы должны идеализировать хорошие вещи, ну, когда это уместно, конечно. То есть, мы должны возводить их в такой, ну, как бы, в степень, когда они ценностями становятся. Мы хотим именно это видеть в человеке, именно это там воспевать, прославлять и так далее. Вот. И у нас, конечно, был большой трафик очень, и не было каких-то неприятных комментариев в соцсетях. То есть, все с таким очень теплым расположением и с такой ностальгии об этом. Это такой, да, показатель. То есть, очень жаль, что мы все так тоскуем по этому. Очень жаль, что люди-символы такие уходят, и как бы нужно еще поискать равных. Вот, чтобы это было таким немножко наивно-сказочным, потому что, ну, такие вещи легко мифологизировать, и на них, наверное, легче опираться. Вот. Это интересно. У меня даже моя подруга тосковала тоже из-за королевы. Просто у меня особо не было эмоций, и стыдно признаться. Ну, то есть, жаль, конечно. Но люди прям тосковали. И она мне рассказала, что она следила за жизнью королевы. Она тоже говорит, вот, Маша, ты понимаешь, это для меня как бабушка, как раз таки и символ женственности, как она вот могла... Она была и мирной, и мудрой, вот это все. Это удивительно, что у нас действительно такой интерес у... Мне очень нравилась в ней самоирония, потому что, как вот в Бароне Мюнхгаузене, да, самые ужасные вещи на свете, я сейчас не поручусь заточен цитат, творятся с серьезными лицами. И это правда. Глупость и злость, она всегда очень серьезна. Вот. А когда человек добр, он, как правило, и по-доброму, и ироничен, и самоироничен. Для меня таким очень важным эпизодом из жизни королевы было ее участие в двух вещах. Она, во-первых, очень расположенно отнеслась к своему участию в мультфильме про Паддингтона. «О, он такой трогательный, господи, надо сделать ставку, будет обязательно». Да, это... Ну, то есть вот это их взаимодействие некое, то есть она включается в игру. Да. Вот. А потом это ее участие в ролике для Олимпиады. Это же просто самая лучшая девушка Джеймса Бонда. Ей было 84, по-моему, года, или 86, сейчас не помню уже, когда в Лондоне была Олимпиада, и понятно, что они по сценарию хотели, чтобы некая актриса, Фан Шерра Королевы, вот она с Джеймсом Бондом, два их суперсимвола национальных, две супергордости, вот, что они, значит, летят, он доставляет ее на стадион, и она по традиции поет вместе со всеми гимнами. И пошли, значит, просить соизволение во дворец. Королева прочитала сценарий и говорит, я буду играть сама. То есть это было ее решение. Круто. Вот. Она захотела играть сама, и, на мой взгляд, это тоже, ну, это просто вот какого-то космического масштаба вещи, которые должны задавать, как в фильме про Паша Любовский, ковер задавал тон всей комнате. Вот такие вещи должны задавать тон всей комнате, потому что ты должен проявлять инициативу, вдохновлять в хороших вещах. В смешных вещах. В вещах, которые людей, ну, как бы, вдохновляют на то, чтобы жить, чтобы смеяться, чтобы быть порядочными, чтобы быть, там, гуманными друг другу. И смеяться, вот это самое главное, потому что вот, вот когда начинается вот этот вот разговор на серьезных щах про духовно-нравственное воспитание, от которого сводят сгулы у всех. Россия для грустных. Россия для грустных, да. Мы же не нация смеющихся. Почему? Я, конечно, отхожу от темы женщин, но почему мы так боимся, выглядеть смешно? Почему мы боимся смеха вообще? Что у нас с юмором? Кстати, и у меня создается ощущение, что... Ну, такой часто вопрос задают женщинам-комикам. Почему мало женщин-комиков? И здесь... Правда, я помню ответ мужчины, и он говорил, что, типа, женщины боятся выглядеть смешными. Это неправда. Это неправда. Мужчины тоже боятся выглядеть смешными. Смешными боятся выглядеть люди, которые чувствуют свою уязвимость. В разные моменты это разные люди, и у одного и того же человека В какой-то момент он боится выглядеть смешным, в какой-то момент не боится выглядеть смешным. Почему мало женщин-комиков? Потому что в России достаточно патриархальнее еще, довольно тяжело пробиваться. Женщинам нужно было показать этот путь, да, почему было мало женщин-математиков или женщин в IT-сфере, а сейчас она заполняется с космической скоростью IT-сферы женщинами, и ничего, они не стесняются. Яндекс выпустил прекрасный фильм об этом тоже. Да, 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 я была на примере. Вот, то есть эта история только про то, что эта ниша пока что не освоена женщинами, и все. А женщины-комики прекрасные, смеются, и у женщин прекрасное чувство юмора. И учитывая то, что они долго были уязвимой группой, оно еще у них, ну вот, такое передовое сейчас, ну то есть именно там оно снижается, вот этот градус мизогинии, хотя женщины тоже мизогинны, конечно. Потому что если мы выросли в петроархальном обществе, мы, конечно, тоже поддерживаем все это, так или иначе. Вот, но как бы именно там вот начинаются какие-то подвижки, и классно, и очень смешной юмор у женщин-комиков. Очень современный, и я думаю, что он еще сметет и выровнится там весь баланс, а может быть даже перебалансируется. А что касается того, что Россия для грустно, почему мы так не любим смеяться над собой, или боимся, да, как вот изначально. У нас со смехом вообще не очень, не над собой, не вообще, ну в принципе как-то... Это не национальное, то есть я как бы в таких разговорах является ли что-то национальным или нет. Может быть я недостаточно просвещенный человек, но то, что я там успела к своим годам узнать, там увидеть и так далее, ну конечно нет. Это просто этап развития общества, это психологическое состояние общества. Если люди вынуждены решать свои базовые потребности выживания, если люди живут, например, в тоталитарном обществе, да, в каком-то режиме, который то здесь зажимает, то там зажимает, то здесь примет закон, то там пообещает какой-нибудь безумный законопроект нести, ну конечно мы боимся уже смеяться. Хотя с другой стороны, начинаем уже смеяться над самыми страшными вещами. Это нежный... На самом деле проблема того, что ты смеешься или нет, это довольно большой интересный культурный сюжет, потому что есть знаменитый роман Уберта Эка и Мирозы, в котором как раз вокруг этого построен сюжет. Там две культурные линии... Вы не читали? Нет. Я изо всех сил старалась. Ладно. Ну в общем, там вокруг этого построен сюжет, потому что весь детектив строится на том, что противоборство это в общем-то две культурных парадигмы. А мы смеемся или нет, и почему это важно? Ужасно напряженный детективный сюжет, великий Уберта, который написал лучший роман о Средневековье, лучший детектив, по-моему. Но он как раз вокруг проблемы смеха. Почему мы боимся смеяться, и почему смеяться на самом деле это главное? У нас как будто это принимается где-то за слабость, что ты самая ирония, это тоже в общем-то не такое. Ну конечно, ну конечно. Может быть, кстати, как раз, да. Но это не национально, это психологическое состояние общества. Да, что ты должен быть. Да. Боишься расслабиться, да. Когда мы с вами в последний раз встречались, мы говорили о том, что ваше издание начало говорить уже на более... Ну я не хочется говорить слово серьезное, потому что вы, в принципе, говорили на серьезные темы. На более тяжелые темы о домашнем насилии, об инклюзивной среде. И вот вопрос к домашнему насилию как раз, к патриархальным перекосам и перегибам. Насколько сейчас вообще это актуально? Во-первых, с учетом того, что в принципе очень многие разговоры о равноправии воспринимаются как нападки на мужчин. А сейчас мужчинам и так не весело, скажем так. Ну и плюс ко всему, в принципе, насколько это актуально, когда все идет. Я почитала ваше интервью на Фарбсе. Вы сказали, что у вас были определенные надежды, были определенные надежды насчет изменения отношения к насилию. Вот в условиях мобилизации. Мне кажется, что разговор о насилии уместен всегда и, может быть, в обстоятельствах, когда насилия становится больше, он еще более уместен. То есть, если он возможен, его нужно вести. Потому что изолированного насилия не бывает. Это очень хорошо разными мета-исследованиями, перекрестными, если смотреть, доказано. То есть, насилие в семье над детьми влечет насилие в браке между взрослыми партнерами. Насилие в браке между взрослыми партнерами влечет какие-то неадекватные сценарии поведения. И там из детства тянутся какие-то сценарии, которые не позволяют человеку жить спокойной жизнью. А вот ему нужно везде искать врагов и везде защищаться, нападать превентивно и так далее. Поэтому про насилие, конечно же, нужно говорить. И нужно говорить особенно тогда, когда атмосфера сгущается. И уязвимые группы как раз оказываются в еще большей опасности. Поэтому, конечно же, нужно говорить об этом. Мне не совсем нравится история про то, что вот особенно сейчас это воспринимается как нападки на мужчин. Но это мое предположение. Я не видела такого. Мне кажется, что это усилие. Да-да-да. Нет, это хороший вопрос, предположение, чтобы порассуждать. Во-первых, что касается симпатичных мне спикеров на тему насилия, они давно уже не говорят о том, что авторами насилия могут быть только мужчины. Они давно уже не говорят, что насилие может быть только в адрес женщин. Мужчины страдают от насилия не меньше, чем женщины. Особенно в детский период. Я сегодня ехала к вам, читала исследование одно, которое говорило о том, что дети, пережившие насилие, люди, пережившие насилие в детстве, срок их жизни... Вот я немножко не помню сейчас, потому что я только что прочитала и так бегала, и не успела зафиксировать цифру. Срок их жизни в среднем сокращается, по-моему, на 5-7 лет. То есть это смотрели не по продолжительности их жизни, а оценивали состояние их здоровья. И оно в целом среди сверстников, которые не переживали физического, эмоционального насилия в детстве, оно было... Их возраст физический, не психологический, был старше на 5-7 лет. То есть они стареют и умирают раньше. То есть понятно, что это исследование, которое нужно продолжать, и нужно его проверять и так далее. Но вокруг этого исследования там были такие комментарии, что, ну, как бы, и понятно, почему мужчины живут меньше. В общем-то, можно вот этот мостик проложить. Потому что, да, они там меньше ходят к врачу, меньше заботятся о себе, но у них выше уровень стресса, в том числе и с детства. У них сценарии поведения такие, что они все время вот эту травму отыгрывают. Они все время как бы... То есть им задали вот эту вот историю, что ты должен физически постоянно с кем-то взаимодействовать и в таком агрессивном ключе нападать или защищаться, быть все время к этому готовым. Ну, понятно, если тебе основную жизненную стратегию прописывают вот с детства вот так, и еще физически ее подкрепляют. Ну, конечно, ты этой стратегии потом всю жизнь исследуешь, если ты там как-то не... Сравнивали ли с другими странами, где уровень насилия меньше, либо не такие жесткие патриархальные? Я пока прочитала только абстракт. Ну, это вот короткое описание исследования. То есть я саму статью я не читала. Там нужно идти на Пабмед, почитать ее там. Все развернуто. Интересно. Интересно, да. А как это сочетается, опять же, как вам удается достигать баланса в таком случае между разговорами о таких серьезных тяжелых темах с желанием дать некую безопасную территорию восстановления ресурсов в свою аудиторию? Вот та серия спецномеров, которые мы сделали в прошлом году, там, про насилие, про проблемы доступности среды, про проблемы в российском образовании, они на самом деле... Мне хотелось бы достаточно локальными такими сделать проектами, которые просто позволили бы нам чуть громче про это говорить, и позволили бы обратить внимание на смену риторики и на то, что... как бы на наши ценности, чтобы мы транслировали их уже более уверенно. Потому что вот в интервью у Фарбсу я тоже об этом говорю, то есть для меня всегда было важно мне... То есть я не хочу быть каким-то социальным изданием и рупором феминизма и так далее. Ну, то есть, может быть, и хочу, но это должно быть другое издание какое-то. Вот. Когда я работаю главным редактором домашнего очага, сейчас нового очага, мне важнее сменить риторику. Мне важнее сменить риторику в разговоре с женщинами, в разговоре о женщинах. То есть даже когда мы даем рецепт, рецепты кулинарные, какие-то советы по отношениям, мы должны на уровне риторики свои ценности хранить и проявлять. То есть мы не можем в статье про отношения говорить о том, что у вас все будет тихо-мирно, вот если вы будете чуть больше улыбаться, муж, ну он же так устал, сегодня время такое сложное, мобилизация, вот, или там еще что-то. Время сложное для всех вообще-то. И, в общем, не хочу в эту тему углубляться. То есть очень важно или в разговоре про, в тексте про рецепты не начинать эти рецепты словами «Каждая хозяйка будет счастлива». Так, ну не каждая хозяйка будет счастлива. Каждая хозяйка счастлива вообще-то от своих событий. Одна счастлива, потому что у нее пельмени удались, вторая счастлива, что муж, наконец, трезвый пришел. Третья счастлива, потому что она сама ничего сегодня не сделала, детям сказала так, все, вы мне надоели, идите к себе в комнату. Выпила вина и посмотрела свой любимый сериал или вообще пошла потанцевала в клуб с подружками. То есть каждая хозяйка вообще-то счастлива по-своему. Главное, не в ущерб людей, которые от нее зависят, и не нарушая уголовный контакт. Вот, поэтому мне очень важно на уровне риторики показать наши ценности и потихонечку, так сказать, прививать их нашим читателям. Ну, прививать это такое, сверху такое, да, патерналистское немножечко отношение. Не прививать, на самом деле, пробуждать, потому что мне кажется, что когда с людьми разговариваешь просто нормальным, уважительным языком, они, ну, как бы тоже такие, о, ну да, ну как бы... А это еще ничего? Ну, еще ничего, нормально. Вот, то есть мне как бы не хотелось, не хотелось и не хочется подкреплять патриархальный, в худшем смысле этого слова, как это, дискурс, режим, мир. Вот, поэтому мы, да, говорим про сложные темы, и сейчас, может быть, чуть меньше про них стараемся говорить, чуть больше поддержки давать, потому что сложностей хватает на специализированных ресурсах. Вот, а мы, не игнорируя их, конечно же, само собой, потому что и наши герои что-то упоминают, и, ну, как бы мы не делаем вид, что в мире все, все, все прекрасно в радугах. И озоновая дыра затянулась. Хотя, не знаю, должна ли она затянуться, может, так и положено. Мы просто вот даем, что можем, сейчас максимум теплоподдержки. Я хочу перейти к следующей части. В целом, про женщину сейчас, более или менее понятно, хочется сейчас разобраться немного еще в новом очаге. Все, что... У вас уже сейчас второй номер выходит. Про летний мы немного проговорили, что он такой вот весь из себя был солнечный. Сейчас у вас уже совсем новый очаг. Во-первых, хочется задать такой общий вопрос. Вот новый очаг. Понятное дело, что вы переименовались после всеобщего ребрендинга, медиахолдинга, но стоит ли за этим что-то еще? Это переименование с сохранением прежнего курса? Или вы решили, ну, раз уж мы меняемся, то, может быть, мы что-то новое и добавим? Ну, я бы сказала, тут и то, и другое. Потому что, да, там, Хёрст отозвал лицензию. Стало понятно, что они с нами прощаются довольно тепло. То есть мы можем переименоваться и остаться. И нам дали на это время. И нам дали возможность делать редирект на новый сайт. Несколько месяцев. Вот он недавно закончился. То есть это была история о необходимости. У нового очага это было единственное русифицированное название. То есть такая идиома наша, российская, домашний очаг. И все остальные ведь это были непереведенные названия. Там Космополитен, Харпес-Базар. И стало понятно, что нужно, что можно попробовать оставить слово очаг. Потому что хотелось сохранить преемственности. Хотелось вот это самое главное сохранить. То, что я не устаю повторять. То, что позволяет мне, как главному редактору. То есть все время же носит нас в разные стороны. Ты все время такой, так-так-так-так-так. Что у нас главное? Ты все время помнишь. Где-то вот этот стерженечек, столбик серединный. Куда тебе нужно возвращаться? К чему ты привязан, как лодочка? Вот. Как бы не теплые. Вы хранители очага. Вы хранители очага, да. Вот мы хранители очага. А как бы читатели хотят, хранят, хотят нет. Но если, ну, как бы, это уже... И я к тому, чтобы не было вот этого вот, что вы наши читатели, вы должны хранить очаг. Нет, как бы каждый сам себя ведет, как хочет. Вот. То есть очень хотелось оставить это слово очаг. И с точки зрения преемственности, ну, понятно, потому что на рынок, и к читателям, и к рекламодателям, выходить с названием, которое похоже на старое, ну, конечно же, легче. Незначительно. Вот. Ну и плюс, вот, да, хотелось оставить эту тему. И мы перебрали, на самом деле, много прилагательных. У меня слово «новый» возникло сразу, но как бы оно казалось таким простым всем. И все такие, ну, давайте чуть-чуть еще подумаем. А какие еще были версии? Ой, ну, были такие, которые, там, всякие семейные, там, теплые, там, еще что-то. То есть мы либо сваливались в какую-то ужасно старомодную, вот эту вот исконно-посконную фигню. «Калитка души моей» Юрия Тудинского, да? Либо мы, значит, какое-то здание про интерьер, непонятно, про камины, что ли. Вот. А «Новый» у меня, я страстный поклонник фильма «Покровские ворота», он ужасно нравится. И мне очень нравится, там, такая, эпизод, когда Хоботов прячется от своей бывшей жены на территории больницы за журналом «Новый мир». Ну, такая хорошая, такая художественная, символическая такая деталь, что вот он хочет в «Новый мир». И «Новый мир» у тебя, правда, таким был глотком, ну, в какой-то момент, да, там, свежего воздуха. И у меня, конечно, вот такая симпатия к этому, к тому, что мне вот хочется, да, мне хочется и, как бы, сохранить главное, что я ценила в очаге до этого, и что, мне казалось, ценили наши читатели. Вот. И все-таки мне хотелось показать, что мы же вот, мы давно на самом деле новые. Мы последние несколько лет, мы прям новый очаг. Ну, в общем-то, просто осталось так называться. И мы, значит, мучились, мучились, ну, наверное, месяц мы мучились, и страшно ругались, вот. И в итоге как-то вот отстояли. Ну, философия, я так понимаю, остается прежней. Философия прежняя, но нам теперь проще говорить про наши, так сказать, новые ценности. Не то, что новые, но те, которые мы давно про себя сформулировали. То есть, если раньше мы говорили про практичность, да, больше, вот, то сейчас можем говорить, что мы очень много новых тем в последнее время затрагиваем, и вот перед женщинами много новых вызовов стоит. Ну, это то, что давно сформулировано было, поэтому это так сейчас звучит, как что-то такое написанное. Да, это уже давно написано, да, в нашем медиаките, что, да, перед женщинами встает сейчас много новых выборов, вызовов, мы учимся по-новому их решать каждый день. Поэтому новый очаг. Вот. Мы уже много говорили про сигнальный номер, я его продемонстрирую нашим зрителям. Надеюсь, тут все влезает. Расскажите про новый осенний очаг. Ну, собственно говоря, можно сказать, что мы перезапустились по-нормальному только сейчас, потому что все-таки летний номер был такой промежуточный, еще на разгоне как бы прежних сценариев рабочих. Вот. И мы дали себе время подготовиться, подготовились, и сделали все так, как хотели давно. Он такой жирненький. Да, у него такая толстенькая, приятная бумага. У него другой формат, он такой чуть более альбомный стал. Вот. У него очень плотная обложка, приятная, матовая. У него новая команда, без, как сказать, со всей симпатией к старой арт-команде. И это через какой-то перерыв мы попробовали и сделали с другим арт-директором, и с другим дизайнером, и с другим подходом. То есть это такая более интересная такая арт-бёрстка, я бы сказала. Но главное даже не в этом, хотя, конечно, визуально он совсем другой сейчас. Он ужасно приятный, модный, стильный, просто прям прекрасный. Ну, надо открыть и полистать, да, чтобы... А в нём появилась моя любимая типографика, иногда вместо картинок куча кладжей. А покажите. Так, сейчас найду я. Вот кладжи, кстати, был... А вот опять был. Ну вот, например, материал про деменцию. Куда показать, как он там. Вот он сделан так. То есть проиллюстрировать его нескучно фотографии было бы дико сложно. Ему бы задолбались и поставили бы в итоге какую-то очень очевидную фотографию, какую-нибудь старушку грустную. Вот. И как бы, ну, вот неинтересно. А здесь это не просто, ну, красиво и модно, да, это отражает вообще-то суть того явления, о котором мы пишем, да, суть деменции, когда у тебя просто провалы и все перемешано. То есть ты не знаешь, в какой реальности ты окажешься через минуту. Ну, то есть ты даже и не осознаешь, что ты не знаешь. Ты просто... Вспомнить. Да, вспомнить все там написано. Да, да. Вот. И дальше выносы тоже, они сделаны по такому же принципу. Вот. Что самое главное, что самое ценное для меня в том, как мы перезапустились, мы решили больше не ставить на обложку фотографии звезд. И в том, что звезды перестали продавать читателю номер, мы убедились уже какое-то время назад, потому что, ну, и звезд ограниченное количество, и, в общем-то, все они сказали, что могли сказать. И время такое, что они больше занимаются какими-то другими вещами, а не своими звездными скандалами, которые только и интересны читателям. Давайте будем откровенны. Вот. Это одна история. Второе, что вообще интерес сместился от звезд к интересным, к реальным историям простых людей. А как вы это поняли? Вот что у вас обложка? Мы поняли по сайт, мы поняли по отзывам на нашу премию, которую мы много лет проводили, да, вот в «Время женщин», когда мы разных женщин из регионов их истории рассказывали. И нам все время читатели писали в комментариях, почему вы не ставите таких прекрасных женщин на обложку, зачем же нам эти звезды допоставить? Ну, понятно, что там каждого простого, в кавычках, человека не поставишь на обложку, да, понятно, что Кристина Арбакайте продаст лучше, наверное, чем там кто-то совсем неизвестный с какой-то там историей. Не знаю, мы сейчас будем смотреть. Вот. Ну, как бы, давно мы к этой истории шли, что мы должны как бы хедлайнером номера делать простых людей. Простых, но ужасно интересно. И наполнять вообще и принт, и сайт еще большим количеством историй простых людей, и женщин, и мужчин. На сайте вы уже видите какой-то. Да, 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 конечно. То есть там интересные истории с какой-то вот интересной судьбой, да, там они читаются. И они читаются лучше, чем звездные интервью. В сто раз лучше. Вот людям интересно, как вот обычный человек, что у него такое в судьбе произошло, вот, то есть, конечно, там должна быть какая-то мелодрама, какое-то там событие, какое-то невероятное там падение, а потом взлет, какое-то преодоление. То есть что-то должно быть такое, что человек прочитает и испытает всю гамму эмоций, да, сначала там ужаснется, а потом с облегчением выдохнет, а потом с восторгом просто, блин, ну бывает же такое. Вот у нас таких историй просто уже даже не сотни, а вот смело говорю, тысячи. Где вы их берете? Я сама много общаюсь с регионами, я сама из региона, да, и у меня как бы связь эта осталась, и потихонечку, постепенно, и за годы премии, которые мы проводили, мы же очень сильно пиарили ее, и хотели именно из людей из региона, потому что нас читают в регионах, и мы хотели разных людей, да, то есть не только Москва и Питер должны быть видны, там какие-то крупные города, вот, вообще-то люди везде живут, говорит человек из Новосибирска, родившийся в маленьком себе Новосибирской области. Так-то за МКАДом жизнь. Да, конечно, и живет за МКАДом, кстати. Я живу за МКАДом. Я тоже. Вот. Вот, и мы как бы ужасно хотели какие-то прям невероятные истории делать хедлайнерами вот этих героинь. Так вот, что на обложке этого, прекрасного, великого, не боюсь этого номера, но для меня он просто ужасно крутой, я давно о нем мечтала. Несколько лет назад я узнала про вышивальщицу, 84-летнюю тогда, Юлию Алешичеву. Ее внук, Ян, завел в Инстаграм, запрещенный ныне в России в соцсети, или там, как она, экстремистская, подпишите, в общем, как правильно надо. Он сам тогда сидел в Инстаграме, и он, значит, решил завести бабушке Инстаграм. Но началось все не с этого. Я просто узнала из этого Инстаграма о том, что существует такая женщина. У нее довольно драматичная судьба. Она, у нее был любимый очень первый муж, который погиб, и она одна осталась с детьми. Она была очень красивая, женщина из Карелии, из маленького городка. Она всегда со вкусом одевалась, была очень яркая, очень энергичная. После этого она еще дважды была замужем. Но очень сильно любила, та любовь осталась, вот этот первый муж. И когда скорел дом, она уже была пожилая, и наследство от мужа осталось. Дом в Карелии, очень красивое место, водопадные, исторические места, все такое. И в нем сгорели ее животные. У нее на глазах. И для нее это было таким шоком, что огромный стресс. Она очень сильно переживала, и она начала вышивать, будучи уже человеком глубоко пенсионного возраста. До этого не вышивала. То есть она умела, в детстве когда-то ее научили, но всю жизнь она не вышивала. Она была, какая-то там, у нее инженерная была специальность, работала на заводе, подрабатывала, когда муж погиб, в детском доме воспитательницы, по-моему. Была очень активной коммунисткой, потому что она такая была очень принципиальная, очень смелая, там вообще там со словом в карман не полезет. Сейчас такая же осталась, хотя сейчас вот глубокая деменция, но натура прорывается, когда вот мы приезжали к ним репортаж снимать. Там вообще такой острый язык. И начала вышивать. А дочь у нее художница. И дочь сразу поняла, что это что-то невероятное, что это какое-то, блин, наивное искусство. Прямо вот с ударением на слово искусство. Она начала выкладывать все сейчас в сетях. Дочь Светлана. У нее там в друзьях не последние люди из мира искусства по всему миру. И они такие тоже. Товарищи. У нас тут гений как бы образовался 80 лет. И я просто, чтобы уже не рассказывать все подряд. В общем, сейчас музеи наивного искусства в очередь стоят, и не только наивного искусства. Пушкинский музей недавно объявил, что очень хочет коллаборацию. Послал несколько книг с каталогов именно с их коллекции, что, может быть, она захочет что-то вышить и так далее. Учаровательно. Но она не знает, что она знаменита. Вы пишите. Вынос такой. История вышивальщицы Юлии Алешичевой, которая не знает, что она знаменита. Она действительно не знает, что она уже знаменита. У нее были выставки в Европе, в нескольких европейских странах. С ней вел переговоры наш главный музей. Не буду называть, какой по техническим причинам не состоялось. Но у нее берут интервью не у нее, у внука и у дочери. Сама она не знает, что она знаменита. Она в глубокой деменции. Она почти не ходит, почти не выходит из комнаты. Ее довольно тяжело заставить одеться, выйти на улицу, если что-то не любит. Ругается страшно. Она не всегда понимает, кто перед ней. Я не молчу уже про съемочные группы. Из близких даже. Ян, внук ее одновременно может быть и внуком, и может быть мальчиком с детского дома. Она живет параллельно в нескольких реальностях. По-прежнему думает, что она живет в Карелии, что жива ее мама. Иногда думает, что она гораздо моложе, что жив ее муж первый. И при этом вышивает гениальные совершенно картины. Просто фантастические. арт-директор и фотограф, с которым мы ездили туда, к ним, в Вырицу, они сказали, что это просто была лучшая поездка, но чуть ли не в их жизни. Настолько была интересная. Ну, собственно говоря, вот она, эта прекрасная женщина. У нее прекрасные, очень смелые, очень, кстати, феминистические картинки. Сейчас я вдохновляюсь. Она очень разными всякими, всем чем угодно. То есть, может, чаще всего это какие-то произведения искусства. Иногда это, вот здесь Яна, кстати, иногда это просто какие-то открытки. Может вышить группу Нирвана, группу Spice Girls. У нее есть очень известная вышивка, которая там, она вышила, просто думает, что это какие-то симпатичные девчонки из их деревни. Ну, что бы, почему не вышить? А вот Нирвана. Ну, какие-то симпатичные парни их карельские, надо вышить. Вот. В общем, потрясающая история. И для меня она еще невероятно прекрасна тем, что ничего бы этого не было, не было бы вот этого восторга перед ней, не было бы этих открыток со всего света к ней с добрыми словами, этих ниток, которые ей посылают. Она читает эти открытки, она не очень понимает, откуда люди эти про нее знают, но она чувствует их тепло, вот, чувствует их любовь. Ничего этого бы не было, просто, если бы не дочь и внук, если бы не ее семья, которая поняла вовремя, что у нее, что с ней что-то не то происходит. Перевезла ее к себе, стала с ней жить постоянно. Узнала про деменцию в какой-то момент, что вот деменция у нее. И потом начала изучать, что такое деменция. Прочитала книги, посмотрела фильмы. Сейчас они настолько четко рассказывают о том, что такое деменция и как жить с человеком в деменции. А вообще-то число людей с диагностированной деменцией в мире растет. Наверное, то, что растет продолжительность жизни. Растет продолжительность жизни, во-первых, да, тут как бы с раком, да, каждый до своего рака доживет. Во-вторых, это всегда еще вопрос улучшения диагностики и улучшения выявляемости и более ответственного отношения к своему здоровью. В том числе, это как бы тоже просвещение, да, влияет, что вот ты заметил что-то у себя, и ты уже не ждешь, а идешь. Вот. И как бы вот эта вот, вот эта чуткая история, семейная, она вот для меня такая, абсолютно, ну, с такой пронзительной, главная здесь пронзительная нота, да, кроме того, что абсолютно гениальный, потрясающий талант открылся в таком возрасте. И вот они же разглядели, семья. Разглядела семья, сумела все это поставить на такие рельсы, причем не коммерчески, они не зарабатывают на этом, они не продают ее вышивки, но они охотно участвуют в разных коллаборациях. А почему не продают? Они не продают, потому что это же такая вещь, ну, то есть ты как бы ее продал, и у тебя ее нет, а им как бы хочется, чтобы, ну, как бы, как некие, то есть выставки, чтобы можно было проводить, чтобы можно было музей такой при жизни организовать. В общем-то, у них сейчас он есть, это жутко талантливая семья, и, да, я просто, не знаю, могу ли я рекомендовать, да, всем ездить к ним в гости, потому что это, правда, один из потрясающих волшебных карманов в моей жизни, всей, не только там, последнего времени. Рекомендуете, конечно, если к ним можно ездить. Вот, и, в общем-то, когда я с ней, ну, там, познакомилась с Яном, и поняла, что я бы очень хотела что-то такое на обложку, это, кстати, не, это калаш из вышивок. Вот это котик был отдельно, Мона Лиза отдельно, это Мона Лиза, если вы не узнали. Я узнала, как это было. Листики еще с какой-то вышивки, вот это наш арт-директор сделал такую штуку. Арт-директор молодец. Да, арт-директор молодец, да. Вот, и мне очень захотелось сделать номер и на там, на всем команде, который был бы и про творчество, и про то, чем руки занять, потому что, когда ты руки занимаешь, ты все-таки, тебя это стабилизирует очень сильно, вот прямо, да. Да. Вот, и про то, как бы, как почву под ногами почувствовать, да, корни свои, то, что тебя держит, вот, и семья, творчество, быт, поддержка, в общем, все это вместе, оно как бы закрутилось в такое тесто, да, в такой пирог, который вот мы вынесли на обложку, да. Все, что нас вдохновляет, объединяет и поддерживает. И там так удивительно, вот там куча историй, там не меньше 20 историй разных людей в разных обстоятельствах, которые все как бы про одно и то же, в общем-то. И про то, как мы ищем себя, и про то, как нам близкие наши, там, из любви своей помогают себя найти, и про то, как мы там меняем свою жизнь, чем-то начав заниматься, там, необычным. Очень смешная есть очень история, это я с фондом Тимченко ездила. Сначала в Архангельскую область, у них много всяких разных крутых проектов социальных. Потом побывал у них на... В общем, они занимаются поддержкой малых земель, всяких активистов в малых землях, которые простые люди, там, объединяют вокруг себя людей, и чего-то классное делают, но даже... Дело даже не всегда в том, что они делают, а в том, как бы, какой эффект от этого. То есть общество как бы начинает такое сообщество организовываться, и они такие там начинают какие-то проблемы в своем месте решать и так далее. Вот. Это одна из... Мы взяли просто в номер две истории героев. Одна очень смешная про 78-летнего мужчину, который... в небольшом городе. Забыл название. Блин, так стыдно. Но здесь, правда, очень важно. Название важно? Ага. Название горное. Сейчас, 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 сейчас. Сорочинск, конечно. Значит, это мой мужчине, 78 лет, он из Сорочинска, Оренбургской области. Это место известно тем, что там проводили испытания ядерной бомбы. Там все очень сильно болеют с тех пор. Там, ну, как сам герой называет, у нас очень веселое место. Место у нас веселое, поэтому можно выживать только так. И как он выживает? Чуваку 78 лет. Он летает на дельтаплане, который он сам сделал. Он катается на водных лыжах. Веселое место. Да. он там, значит, сам собирает какие-то супермашины. Самое главное его затея, и вот всех сажает в эту машину. Там у него еще есть трофейный братом подаренный джип с 48-го года. И он, значит, там едет по дворам и собирает своих друзей, пенсионеров. Так, 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 давай пошли. Там с палочками уходит, там без глаза. Бабушка, бабушки, там, которые йогой занимаются. Он говорит, так, пошли сегодня на водных лыжах, катаемся. Вот. Ну, в общем, короче, он там мутит, воду страшно. Жена там его проклинает в окно, говорит, господи, опять он что-то задумал, и посмотрели на него, он опять что-то задумал. И он действительно там падает с этим дольтопланом в какой-то момент. Вот. Ну, как бы нормально падает, благополучно. Вот. А, значит, на горных лыжах он катается, и, значит, чем он прославился особенно? Еще даже не этим всем. Человек очень сильно хотел кататься на горных лыжах, но ездить куда-то, на курорты, понятно, в маленьком городе у обычного пенсионера денег нет. А горы есть. А на горе помойка. Огромная свалка. Человек за свои деньги, и за деньги, которые он занимал друзей, а кто-то просто ему там уже пожертвовал, потому что он ходил прям по дворам, вывез 60 камазов мусора с горы. Просто вот один сам пенсионер. Постепенно. Там, с какими-то своими единомышленниками, там, волонтерами, там, еще что-то, с соседями, расчистил эту гору. Сам сделал подъемник. Как сам? Руками? Да. Ну, как бы он талантливый, там, токарь, слесарь, там, инженер, и так далее. Ну, вот он летает на длинноплане, который он сам сделал. Ну, ладно, да. Он сделал сам подъемник. Там электричества, правда, не было на горе, поэтому он каждый день привозил туда генератор на своем джипе, чтобы люди могли кататься. Много, ну, вот как бы, вот просто каждый день. И люди стали кататься. В Сорочинске и в окрестностях сразу, значит, все это прозвали Куршевелем, стали кататься. И он, значит, сделал это все, ну, что просто, он затраты же все равно несет, да, он, там, по-моему, 100 рублей всем, а пенсионерам и отличникам бесплатно. И, короче, там, ну, это просто вообще фантастика какая-то. И про него начали там снимать сюжеты, там, какие-то выходить статьи. И в итоге, значит, администрация, у которой он до этого, там, 10 лет пороги обивала, говорит, ну, давайте построим, пожалуйста, ну, давайте построим. Ну, это же все дорого, страшно делать. И они в итоге, вот, решились и профинансировали. молодцы. И, ну, то есть, там, что на первом этапе в какой-то момент ему там и фонд Тимченко помог, да, там, на ремонт вот этого всего оборудования, которое он сам еще соорудил. Ну, а сейчас там, вот, я не знаю, только из-за ситуации, да, в которой мы все живем, насколько это продолжится. Ну, просто, ну, блин, я когда читаю такое, то есть, ну, короче, надо жить. То есть, у меня одно слово, да, надо жить. Надо как-то людей шевелить, тех, которые рядом, да, там, не давать им киснуть. По возможности, да, да, все в меру своей возможности, все равно ты не прыгнешь через там, свой, ну, как бы, то, что можешь, то делай. Вот на эту тему у меня, кстати, к вам вопрос был по поводу людей вокруг. Понятное дело, что новости у нас часто приходят безрадостные. Вам, как главному редактору, как человеку, как главному редактору тоже же передается эта нервозность. Едва ли вы ходите каждый день в эйфории? Если ходите, то поделитесь своим рецептом. Прямо рецепт, я уверен. Ой, господи. Психотерапия, антидепрессанты, алкоголь очень хорошие друзья. Классная работа. У нас в конце есть рубрика «Держимся». Ну, мы к ней еще перейдем. Так что, как не передать в первую очередь команде эту нервозность? Они же, ну, все равно увидят. Это хорошие, ну, как бы, это хорошие вопросы, правильный момент. И да, я давно ощутила ответственность за то, чтобы не передавать свои истерики и нервозности команды, ты просто не имеешь права. Все. Ну, то есть, сама я как бы стараюсь не впадать в отчаяние. Просто потому, что я давно в социальных темах, много лет уже. И первые несколько лет мне было невероятно тяжело. Скажем так, не даже не несколько. Первые лет десять. Первые лет десять, пока ты, ну, пока вот все эти темы мы открывали для себя, да, там вроде как одну прокачаешь и как-то там к ней привыкнешь, раз там другая откроется для тебя, да, и ты там начинаешь про нее узнавать, и начинаешь про нее рассказывать. И понятно, что все это травмирует ужасно сильно при первом, да, столкновении, при последующих скольки-то. Потом ты как-то не то, что перестаешь чувствовать, нет, ну, конечно, не перестаешь, но ты учишься какую-то броньку надевать, потому что я вот когда с темой приемных семей, в смысле неприемных семей, и я когда с темой детей-сирот познакомилась, когда только родился мой первенец, малыш, вот, у меня просто через какое-то время молоко пропало, потому что я столько плакала, вот, что, ну, понятно, что я там еще на работу вышла и как бы и моталась по совокупности причин, но просто я столько плакала, вот, я просто, у меня слез было больше, чем молока, просто лилось без остановки, вот, и потом, как бы, и это было довольно долго, вот, и уж я не знаю, сколько я слез выплакала, но в какой-то момент, да, ты начинаешь понимать, что ты про себя разрушаешь этим, и что ты не можешь ничего делать, как ты себя этим разрушаешь, чувствовать правильно, как бы, позволять чувствам постоянно тебя парализовать неправильно, и, то есть, если можешь сопротивляться, сопротивляйся, иначе ты просто неэффективен. Сейчас очень много девчонок льют слезы, это факт. Вот, вот, именно когда ты в таком состоянии, понятное дело, что в какой-то момент ты антидепрессанты, если посерьезки, то это их надо все равно подбирать, до алкоголя надо добраться, а вот сижу я на работе, внезапно вспоминаю, что ты в огне, мир в огне, все, начинаю реветь, реву-реву-реву, вот, что? А когда, когда ты измотан? Ну, я могу сказать так, я все время боюсь какие-то вещи сформулировать так окончательно, да, после этого тебе, как правило, жизнь дает по башке, вот, но, что в большинстве случаев работало? Я, мне кажется, не плачу уже по каким-то общим вещам, то есть они меня травмируют, да, конечно же, я плачу, когда это касается моей семьи и меня лично, моих друзей, там, моих близких, поэтому здесь, ну, как бы, здесь нет рецепта про себя, потому что, простите, как бы ты к этому не привык, когда касается тебя лично, ты уже, как бы, бронь снимаешь и пошел рыдать, ну, а потом все равно придется что-то делать, вот, а, как бы, рецепт, как не рыдать по поводу новостей вообще, хаосе, ну, вот я говорю, то есть это все с годами поднаросло, то есть работая с социальными темами, ты столько ужаса видишь, причем не где-то там далеко в новостях, а вот просто вот рядом, поэтому ты уже со временем перестаешь ужасаться как бы каким-то, ну, не знаю, ну, не перестаешь ужасаться, конечно, но куда-то не пускаешь их сильно далеко, такие вещи, потому что, когда понимаешь, что это пользы никакой не принесет, ну, бережешь себя, да, не знаю, на самом деле, потому что ты можешь как угодно все это сформулировать, потом тебя накрывают на совершенно неожиданном месте, и все, ну, то есть есть места ожиданные, да, ближний круг твой, вот, есть какие-то совершенно ужасно трагические истории, которые даже не в ближнем кругу, они, конечно, тебя тоже накрывают, но иногда просто на каком-то, казалось бы, совершенно пройденном уже сюжете тобой, вот, и вдруг что-то такое цепляет, и все это. У меня к вам последний вопрос, на который вы, в общем-то, уже ответили, но мы еще раз, потому что у нас есть специальная рубрика, которая называется «Держимся». Раньше, я узнала, «Кинсайты» у нас было в поисках Биг Бидера, я очень гордилась этим названием, но оно жило ровно один выпуск, а потом реальность изменилась, поэтому держимся. выпуск коротко про то, как все равно оставаться в ресурсе, слово замученное, но оно сейчас нам необходимо, действительно держаться и продолжать создавать новое, потому что очень много, опять же, я по себе вижу, хочется либо опустить руки, либо когда ты вроде себя растормошишь, ты просто идешь по инерции, а нужно же идти в новое, нужно все равно, ну, как бы это же жизнь, вот как это делать? Да я не знаю, я в разный период, разные стратегии, ну, наверное, у меня, как бы глобальная стратегия всегда была, как бы больше про ту лягушку, которая взбивает, ну, из страха, может быть, масло до последнего, да, вот две лягушки упали в кувшин со сливками, одна сразу потонула, а вторая там пыталась чего-то барахталась и внезапно сбила масло, я оттолкнулся к нему и выпрыгнула. Вот, мне бы, конечно, хотелось надеяться, что я вот та лягушка, которая барахтается, иногда она барахтается, когда я очень грустно, грустно барахтается, то есть, но все равно что-то там старается шевелиться, потом, когда у тебя очень много обязательств всяких разных, они тоже не дают перестать лапками дрыгать, то есть, у меня дети, да, и даже внуки, вот, у меня собака-кот, у меня ипотека, у меня, там, я много лет волонтер, у меня ребята из психонерологических интернатов, вот, в фонде «Жизненный путь», где я сейчас уже и попечитель, как я могу остановиться, да, вот, ну и потом куча всего приятного, то есть, у меня прекрасная работа, которая мне пока нравится, да, пока, пока мы еще чувствуем себя жизнеспособными, и какие-то видим перспективы, и вроде как у нас все получается, и много новых идей, вот, классные друзья, то есть, я гораздо больше стала ценить дружбу, чем раньше, и считаю просто, что, я несколько лет назад брала у Полосковой интервью, два года назад, и она тогда говорила, что друзья – это вообще высшее благословение, то есть, вот, там, с родственниками, там, с чем-то, с чем-то, с чем-то, может не повезти, и так далее, друзья – это просто вот высший подарок судьбы, и я при всем, при том, что, конечно, я люблю своих близких, но я вот ценю это, и мне кажется, что если у вас есть прекрасные друзья, вот просто проводите с ними больше времени, это просто настолько, тоже сильная поддержка, вот, конечно, психотерапия, кому, кому это по силам, и это довольно затратно финансово, антидепрессанты, если вам их прописали, почему бы нет, вот, стабилизируют, такие вот, разные штуки, отличная фраза, что если вам грустно, то гребите грустно, грустно, грустите, но продолжу. Если не получается идти в сторону своей мечты, попробуйте лежать в сторону своей мечты. Я не знаю, насколько переменимы в этих обстоятельствах, но, опять же, как вот Юлия Варшавская, главный редактор Forbes Woman, недавно процитировала, не надо падать раньше выстрела, ну, как бы вот, попробуем. Отлично, спасибо вам большое, Наталья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова